Здравствуйте, мои дорогие подписчики и гости канала. С вами Женя. Вы на моём канале Счастье в нас самих, где, как всегда, вы знаете, есть всё для того, чтобы вы могли улучшить вашу жизнь. Если вас что-то не устраивает в вашей жизни, заходите на канал. И я знаю, что в основном, конечно, расклады Таро, практики, ритуалы и медитации смотрят люди, которые хотят изменить что-то в своей жизни. Ну и, конечно же, часто у меня есть уже очень много вас, дорогих подписчиков, которые внимают моему совету. И я очень надеюсь, по обратной связи от многих из вас, да, я знаю, что у тех, кто смотрит меня каждый день, жизнь меняется. Они говорят волшебным образом. Нет, это не волшебство, всё волшебство в вас. Вы слушаете меня, вы пропитываетесь той позитивной энергией, которую я пытаюсь послать в каждом своём видео. Ведь каждый раз, и я уже не раз говорила, когда я беру карты в руки, я беру карты в руки только, когда я в ресурсном состоянии. Если я не могу достичь этого ресурсного состояния, я карты в руки не беру. Соответственно, вы всегда можете, просто даже, может быть, прослушав меня фоном, напитаться позитивной энергией. Ну и также на канале есть и практики, и ритуалы, и медитации, и саблиминалы, которые могут помочь вам изменить. Ведь, знаете, как я иногда, разговаривая даже со своей дочкой, я ей говорю, ну ты же понимаешь, вот то-то, то-то. Она говорит, мам, я мозгами всё это понимаю, но вот моё внутреннее состояние почему-то не меняется. Даже несмотря на то, что я, говорит, умом всё понимаю. Соответственно, вот именно практики, именно медитации, настрои, они и помогают измениться не только вашим мыслям, которые сегодня, они именно помогают это изменить на уровне вашего подсознания. И соответственно, вы уже притягиваете другую энергию и притягиваете других людей и другие события. Подумайте об этом на досуге. И, конечно же, всё это сделано для вас и с любовью. Сегодня давайте посмотрим, что же срочно хочет вам сказать Таро Снов. Я когда записала себе эту тему, я эту тему уже делала несколько раз на канале. Я понимаю, что время меняется, энергетика меняется, события меняются, жизнь же наша движется, не стоит на месте. Я всегда беру ту колоду, знаете, вот закрываю глаза и беру ту колоду, которая вот попадается под руки. Значит, она готова рассказать. Поэтому сегодня это Таро Снов и что же они срочно хотят вам сказать. Как всегда, сосредоточьтесь на себе любимых, сделайте себе комплимент, похвалите себя и обязательно улыбнитесь. Улыбка – это большая, это великая сила, как и благодарность. И она способна изменить вашу жизнь. Подумайте об этом. Ну что, что же хотят нам сегодня срочно сказать Таро Снов? Первое, что Таро Снов хочет вам сказать – не мусольте проблемы в голове. Не крутите свои мысли вокруг проблем. Я знаю, что когда жизнь, она идёт как парабола – вверх-вниз, вверх-вниз. Да, возможно достичь состояния, когда всё будет вверх потихоньку и прямо. Но для этого надо долго работать над собой, действительно жить осознанно и очень многое контролировать. Поверьте, что я, работая над собой каждый день, тоже такой же человек, как вы. И бывает, что вот происходит такой ступор, и я просто, может, быстрее, чем люди, которые не работают над собой, и выхожу из этого ступора, нахожу причину, избавляюсь от причины и иду дальше. Вот здесь вам действительно было бы здорово найти корень проблемы. Корень проблемы, скорее всего, в каких-то отношениях, которые вы не можете отпустить, в каких-то ситуациях, которые вас мучают из прошлого. Они повторяются. Если вы поройтесь в себе, вы найдёте повторение. Да, это может быть не точно такие же ситуации, не точно такие же обстоятельства, но если вы действительно задумаетесь и будете не эмоционировать, как я говорю, а анализировать, вы найдёте корень. И если вы сможете избавиться от этого корня, у вас всё реже и реже будут наступать такие моменты. А это момент, когда ты не видишь выхода, получается. Перед тобой, выход перед тобой, всё у тебя есть. Но вот ты почему-то ищешь чего-то невообразимого. Нет, оно тоже возможно. Но вначале надо осознать то, что у тебя есть. И увидеть, что у тебя есть. А потом ты найдёшь и вот это невообразимое. Давайте посмотрим дальше. Что же ещё срочно хочет сказать Тарус Нов? Обратите внимание на свою семью. Осознайте, я же уже дальше иду. Осознайте, что какие бы ни были ваши родные и близкие, они ваши. Вот что мы в этой жизни не можем выбрать? Это родных и близких, родителей и детей. Мужей, жён, друзей, возлюбленных. Это мы можем выбирать. А вот семья, в которой мы родились, мы не можем её выбрать. Соответственно, люди разные. Соответственно, характер у всех разный. Особенно всё ещё зависит от возраста этих людей. Чем эти люди старше, тем тяжелее им доказать что-то. Тем тяжелее, чтобы они приняли вашу точку зрения. Так, знаете, как я всегда говорю, будь умнее. Это не важно, кто мужчина или женщина. Будьте умнее. Будьте мудрее, даже не умнее. Будьте мудрее. Примите ваших родных и близких такими, как они есть. Это очень важно. Вообще очень важно в этой жизни принимать людей такими, как они есть. Тогда легче жить. Да, в каждом из нас есть что-то хорошее, а что-то не очень. Кому-то из нас с кем-то по пути, а кому-то нет. Но когда дело касается родных и близких, мы не можем выбирать. Они наши, какие бы они ни были. Поэтому, приняв их, не пытаясь менять их, вы не можете изменить человека. Никогда. Даже если ради вас человек что-то в себе поменяет, все равно его сущность, его характер, его внутреннее состояние, им он не сможет изменить. Невозможно изменить мир. Возможно изменить свое отношение к миру. И тогда мир будет меняться. Это выражение на все времена и на все века. Поэтому не пытайтесь изменить ваших родных и близких. Не ищите корень проблем ваших родных и близких. Он не в них, он в вас. Да, может быть, детство, юность прошли под влиянием тех установок, которые у ваших родных и близких. Но вы и тогда, и сейчас всегда были хозяином своей жизни. Помните об этом. И только изменив свое отношение к людям, вы можете изменить, соответственно, их отношение к себе. Всегда относитесь к людям так, как вы хотели, чтобы относились к вам. Но в то же время не ждите ничего взамен. Тогда оно придет. Потому что если вы будете ждать, ничего не изменится. Делайте все не для них. Да, делайте для них, но именно физически, но эмоционально для себя. Подумайте об этом. Ну, что же еще срочно хотят вам сказать Тороснов. Не переживайте попусту. Не переживайте по любому поводу. И тут из того, что я вижу, что по любому поводу, по любому высказыванию, по любому движению чьему-то или ситуации, вы сразу начинаете переживать, волноваться и злиться. Это вам не поможет. Только оценив, что происходит, проанализировав, что происходит, убрав эмоции, включив анализ, вы можете опять, и опять я возвращаюсь к первой карте, найти корень. Почему это произошло? Если вам произошло что-то, что вас волнует, и найдя корень, вы его можете убрать. И очень часто, и в основном, весь корень-то ни в ком-то, ни в чем-то, а именно в вашей вере, в ваших установках, в том, как вы воспринимаете ситуации, события, людей и жизнь. Вот это вы можете поменять. И поменяв это, это не происходит за один день. Для этого нужно время. Но это может не просто изменить вашу жизнь, а повернуть вашу жизнь на 180 градусов к улучшению и к счастью. И, как всегда я говорю, выбор всегда ваш. Только вы можете решить, как жить свою жизнь.